всем добрый день сегодня у нас очередная распаковка связанная с ноутбуком провели мы уже две модернизации ноутбуков по замене процессоров это на i7 640m toshiba satelit a661en ну и второй ноутбук мы поменяли core 2 duo p8600 на t9900 ну и вот остался третий вариант ноутбука в нем установлен процессор core 2 duo t7500 семейства meron будем устанавливать процессор core 2 duo t9500 только уже 70p ну и увеличим производительность приблизительно 42 процента в среднем поставляется значит в таком варианте пришла как обычно из китая в пакетики с желто-рыжим процессор как вы понимаете уже был используем то есть разборов ну и поставляется вот в таком варианте пришел в обычном чехольчике на этот раз отсутствует термопаста китайская и внутри непосредственно находится сам процессор то есть как видим китаец даже поставил свою печать в случае если что-то вернуть придется то в результате чтобы это было именно его вариант то есть вот такой вот процессор пришел то есть как говорил t9500 ну и поставляется вот в таком варианте зайя на страницу официального производителя ноутбука кашиба фитолайта 200 р23у ну во первых мы знаем что здесь установлен процессор core 2 duo t7500 так чипсет который используют это pm965 ну и частота шины 800 мегагерц ну и зайдя на известный уже сайт кпо апгрейд то есть мы можем найти характеристики данного процессора так относится к семейству миром так ну и внизу как обычно приводится те возможные варианты замены данного процессора если мы берем одного семейства то есть крайне это t7800 у нас более смотрим чтобы частота шины была та же самая и так далее но здесь на кэш 2 уровня тоже не изменимся так ну если мы зайдем на техникал сети то есть мы увидим основные характеристики данных процессоров так ну и тесты этических тестах так ну и вообще производительность будет где-то выше на 26 процентов по идее менять на 200 400 ггц это бессмысленная трата денег но так же известно что данный сопер ну и чипсет поддерживает непосредственно процессоры другого семейства пенрим ну и если зайдя в семейство процессоров то есть откроется данное окошко в котором отобразятся все данного семейства то есть помимо настоящее время установленного процессора то есть можно выбрать из вариантов двух семейств так ведут того что должна быть частота шины 800 то есть самый лучший вариант то есть это вот процессор кор 2 до 9500 гнездо п так ну и войдя также чипсет который используется в данном случае у меня pm965 написано вот он то есть мы увидим что поддерживается на данном чипсете ну и в данном варианте то есть у нас поддерживать данный процессор так зайдя на страничку процессора т9500 то есть мы увидим его характеристики степеньки какие он использует так ну и дальше мы увидим все характеристики по количеству ядер потоков чистоте дальше чистота шины которым поддерживает кэш ну и тепловыделение тепловыделение совпадает с предыдущим процессором ну и зайдя на сайт техникал сити то есть мы сравнили два этих процессора то есть ну во первых мы убежали где-то на 185 6 176 вес вперед то есть есть характеристики здесь представлены так количество ядер чистота максимальная дальше кэш второго уровня совместимость и несовместимы то есть тепловыделение как говорил одинаковые так ну и здесь уже производительность возрастает в синтетических тестах на 41% что было составлено на основании вот этих вот синтетических тестов так ну игры пропускаем ну и в результате нам рекомендуют поставить этот процессор что и мы сейчас и сделаем ну и давайте рассмотрим конфигурацию ноутбука перед заменой процессора Core 2DWT 7500 на T9500 основные факторы которые мы просмотрим в КПУЗ так ну и тест местный то есть запомню производительность данного процессора и сопоставим ее с новым процессором T9500 на T9500 так ну и сейчас давайте менять процессоры то есть обычная будет разборка по-быстрому то есть посмотрим основные манипуляции с этим ноутбуком ну и установим данный процессор взамен того который стоит ну и давайте приступать Музыка 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 Субтитры подогнал «Симон» Корректор А.Кулакова 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 Корректор 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 А.Кулакова данного процессора кэш второго уровня увеличился так ну материнская плата не менялась версия bios самая последняя которая есть на сайте производителя так память мы устанавливали две планки по 4 гигабайта тоже работают без проблем дальше графический процессор тоже остался без изменения ну и в простое я провел синтетический тест кпу-з так ну и получили следующие результаты и так давайте пробежимся по второму тесту это идальси а4 экстремы то есть вначале посмотрим мощью характеристику здесь нам нужно знать о том что мы поменяли процессор t7500 на t9500 так что мы здесь и видим ну и основные характеристики данного ноутбука то есть ничего не изменилось постепенно шли как модернизируя его начиная от твердотельного накопителя память ну и так далее ну и вот дошли до момента процессора так ну разгон здесь смотреть не имеет смысла то здесь не показывает дальше здесь смотрим то что у нас получилось ну и здесь можно посмотреть какие типы процессоров поддерживают то есть был у нас t7500 мирон то есть стал t9500 пенрин так сейчас посмотрим датчики температуры то есть что у нас происходит то есть настоящее время процессор находится под загрузкой потому что пишется в видео full hd то есть с экрана так ну и вот показывается загрузка процессор то есть двух ядер вернее не процессоров а процессоры двух ядер практически сто процентов так ну и получаем в результате вот такие вот температура в пределах нормы так кстати по сравнению с предыдущим процессором t7500 то есть тот был достаточно горячий хотя у них тепловыделение одинаковое 35 ватт но ввиду того что тот процессор процессор был изготовлен раньше чем данный процессор то есть можно увидеть разницу если подвести к системе охлаждения то есть к выхлопу воздуха по сравнению с предыдущим то есть там был вообще печечка здесь уже слегка такая вот слегка подогретый воздух так ну и давайте дальше пробежимся то есть вот что у нас сможет данный процессор в обновленном варианте дальше инструкции его способности так системная плата у нас не менялась дальше память мы заменили в последний раз 4 гигабайт на 8 гигабайт то есть прекрасно все используется вот стоят две планки с такими характеристиками дальше чипсет то есть поддержка каких шин показано памяти тоже вот видите максимальный объем памяти только 4 гигабайта но можно поставить 8 так северный мост ну и южный мост так биос здесь стоит самый последний версии который предоставлял производитель на восьмой год ну и данный биос поддерживает данный процессор так данный вариант так ну и давайте быстренько пройдемся по тестам то есть мы провели тесты то же самое в спокойном состоянии ноутбука когда он не функционировал и не было под загрузкой у него процессор то есть мы получили следующие результаты то есть ну нам важным конечно процессором и пройдемся и по памяти получили вот такие вот результаты так вот процессор сравнивали нескольких вариантов с этим процессором то есть где находится здесь 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 так вот мы получили следующие результаты при прохождении тестов в аиде все четыре экстремы нового замененного процессора t9500 и вот такие температуры загрузка практически 100 процентов в прошлых видео по модернизации ноутбука toshiba satelite a200-23u 10 windows мне не удалось установить родной драйвер но тут копается я нашел все-таки вариант драйвера видеокарта которая стоит непосредственно внутри ноутбука это hd 2600 нужно зайти на сайт амд то есть найти вашу серию так и вот здесь вот будут драйверы только как видите драйверов под десятку нету но есть вот непосредственно windows 8 так вот можно взять последний бета драйвер то есть скачать его установить но во время установки он все равно его не найдет останется драйвер который windows непосредственно предоставила в функции обновления заходим диспетчер устройств находим свою видеокарту дальше нажимаем обновить драйвер то есть выбираем из списка ну и в амд находим драйвер вашей карточкой IT на билете radeon hd 2600 нажимаем далее я уж не буду это нажимать и у вас все прекрасно установится в результате у вас будет работать данный центр в котором вы можете произвести те или иные возможности с вашими экранами и так далее то есть вот такой вот вариант установки драйверов под windows 10 64 разряда замены процессора t7500 на t9500 я доволен то есть несмотря на то что частота изменилась незначительно всего на 400 ггц но все все таки новый процессор он новее технология получше ну и соответственно меньше выделяет тепловую энергию без проблем воспроизводится видеоролики на youtube 720p до 30 кадров в секунду все что слышим уже все зависит от того как у вас загружен процессор процессор загружен под сто процентов то соответственно будут заикание и незначительное при воспроизведении дальше full hd видео непосредственно жесткого диска играется также без проблем до 30 кадров в секунду ну и во всем остальном отзывчивая система стала лучше полностью проведена модернизация не только процессора памяти но и твердотельного накопителя поставили вместо жесткого диска ну и заменили dvd сидером поэтому можно остановиться пока на этом ну а в дальнейшем посмотрим как будет вести тебя ноутбуку для модернизации своего ноутбука во-первых вам нужно найти страничку у производителя желательно знать полное название вашего ноутбука серию и так далее дальше но и важные характеристики это процессор который стоял непосредственно внутри ну и чипсет который используется но в данном случае в моем данный вариант так ну либо это все можно посмотреть по спецификации и так далее либо есть второй вариант то есть открыть qpuz программку так ну и здесь вам тоже понадобится тип процессора который используется перед модернизацией ну и третья закладочка здесь можете наблюдать свой чипсет есть два варианта то есть если на сайте производителя не сохранилась ваша презентация ноутбука то воспользуйтесь qpuz так ну и теперь вот есть хороший сайт случайно его обнаружил где здесь представлены различные варианты модернизации ноутбука в зависимости от какой у вас чипсет сокет ну и так далее ну и вот например в моем варианте у меня сокет п то есть pm965 открываем спойлер ну и видим что можно установить например ваш ноутбук но это не гарантия того что он сто процентов это запустится но по опыту данного сайта всего он уже 738 страниц больше 700 страниц то есть и вам предложат те варианты установки которые возможны на ваш ноутбук так единственно лучший вариант если вы в своем семействе найдете какой-то вариант из этих который поставлялся тогда проблемы будут практически меньше ну и посмотреть нужно биос прошивка та же самая стоит последняя как и у вас в том ноутбуке где стоит один из этих процессоров то есть но вот здесь вот разум рассмотрены различные сокеты до G3 то есть в зависимости от чипсета то есть вам даются есть некоторые рекомендации причем даже если производитель говорит что максимум что можно поставить 4 гигабайта памяти то фактически мой поддерживает 8 лучше всего воспользоваться этим сайтом чтобы не совершать большинство ошибок при подборе модернизации вашего ноутбука заменой одного процессора на другой лучше воспользоваться вот этим сайтом ну и как вариант то есть можно задать вопросы если ваш ноутбук встречался чтобы не считать там 738 страниц все сообщения то вам либо ответят коротко и ясно что смотри спойлер соответствующим чипсетом ну либо подскажут если ваш ноутбук не встречался среди этих 738 страниц детальной информации то есть можно воспользоваться данным сайтом где обобщены то есть модернизации которые проходили успешно на различных ноутбуках не только на ноутбуках ошибок всем спасибо за внимание кому это было полезно всем удачных покупок распаковок до следующих видео и до свидания